Всем привет, друзья! Вас приветствует Атопчик и хостинг серверов Майнкрафт Апекс Нодс. В сегодняшнем ролике мы с вами научимся создавать бот-фильтр для Велосити. Перед началом данного ролика обязательно посмотрите предыдущий, в котором мы с вами создавали связку серверов на этом же самом Велосити. Не забывайте подписываться на канал, писать комментарии, делиться этим роликом со своими друзьями, так как он очень информативен, а мы приступаем. Переходим во вкладочку нашего сервера, там где Велосити, заходим в файловый менеджер, плагинс и создаем здесь два плагина, которые скачиваем по ссылочке в описании. Это Limbo API и Limbo Filter. Нажимаем консоль и запускаем наш сервер. Ждем пока нам напишется надпись Done. После этого в скором времени у нас напишется то, что капчик генерейтед. Переходим в Майнкрафт, подключаемся к нашему серверу, который создали в прошлом ролике и видим такую картину. У нас выскакивает капча, чат пишется То есть мы имеем две попытки, чтобы ответить на капчу. Практически сразу нас выкидывает и пишет то, что время вышло. Ну давайте теперь конфигурировать этот плагин. Переходим в панель. Здесь файловый менеджер, снова плагинс. У нас создались две папочки Limbo API и Limbo Filter. Limbo API нужен для того, чтобы работал Limbo Filter. Но мы с вами заходим в папочку Limbo Filter, конфиг. Давайте по порядку на все будем отвечать. Ну во-первых, здесь мы можем создать префикс. Но давайте пусть будет Apex Filter. Apex Filter. Вот так. Далее мы можем Check Client Brand непосредственно смотреть. То есть в фабрик мы заходим, в порт мы заходим, в ванилы мы заходим. У нас это будет определяться. Ну любого игрока. И мы можем заблокировать какие-то клиенты. Ну допустим, если я сюда пропишу вот допустим фабрик. То если игрок пытается зайти с фабрика, он зайти не сможет. Далее. Мы регулируем количество попыток заполнения капчи. Ну я поставлю допустим 6. После этого ну допустим тайм-аут я ставлю не 15 тысяч, а 150 тысяч. А Geyser тайм-аут не 450 тысяч. Не 45, а 450 тысяч. После этого ну я просто добавил время. Кто не знает, Geyser нужен для того, чтобы подключаться с помощью Bad Rock в версии Майнкрафта. Об этом вы узнаете, кстати, в следующем ролике. Так, после этого спускаемся еще ниже. И видим здесь вот такой вот надпись. White Listed Players. Сюда мы можем добавить плееров, которые будут ходить, ну без верификации, скажем так. Дальше. Фильтр авто мы все пропускаем здесь. World Cords тоже пропускаем. Captcha генератор. Если мы здесь поставим True, у нас будет расходоваться примерно больше на полгигабайта оперативной памяти, но Captcha будет генерироваться раньше. Во время CPU атак нагрузка на процессор будет достаточно большой. Поэтому, если у вас, как у меня, стоит 512 гигабайт, лучше не ставьте. После этого мы можем Font Path указать, то есть какие-то конкретные шрифты. И дальше идет настройка самой Captcha. Ну, например, размер шрифта, Letter Spacing, то есть межстрочный интервал. Font Outline, то есть мы можем наш шрифт обводить, поворачивать, там, размазывать. Blur давайте лучше выключим, чтобы читабельнее было. Да давайте, все, тут я выключу. False и тут также False. Далее Curve Size мы можем поставить 0, чтобы выключить. Я его оставлю включенным. После этого мы видим здесь Pattern, то есть палитру. Я оставлю здесь только цифры. Это список всех символов, которые сможет использовать наш генератор Captcha. Я поставлю здесь то изображение, так как тысячу мне слишком, ну, скажем так, много будет. Мы можем подчеркивать это все дело. Ну, я думаю, тут вы уже разберетесь. Здесь у нас RGB Font List, то есть в формате RGB список цветов, которыми могут быть у нас символы. здесь вы можете конфигурировать в принципе достаточно большое количество различных надписей, ну, по типу пожалуйста подождите, ответьте на Captcha, это все настраивается. Я ничего это менять не буду, просто сохраняю и перезапускаю. Вот у меня появилась надпись Don, Limbo Filter написал, что Captcha сгенерирована. Переходим в Minecraft, подключаемся к серверу и видим следующую картину. Нам пишется то, что у нас есть 6 попыток, вот тут вот доходит до сотки, у нас Captcha генерируется и у нас число 348, ну, давайте я веду 348, Captcha успешно пройдена. В принципе, и кстати, нас сконнектит сразу же к серверу Lobby. Если я нажму Survival, меня перекинет в Survival. Но мне как-то больше нравилось в Lobby, давайте вернемся обратно. Lobby. Не получается так, поэтому пропишу сервер Lobby. Кстати, друзья, очень важный момент, если я сейчас отключусь от сервера и подключусь к нему заново, то мне не понадобится вводить эту Captcha снова. Достаточно ее ввести один раз. После этого, конечно же, через какое-то время вас снова попросят ввести Captcha, но вот пока что меня, как видите, не просят. Я могу еще раз попробовать перезайти. Меня опять же Captcha не попросят ввести. И тот мир, в котором мы падаем и Captcha нас просят ввести, нас к нему просто не коннектит. Нас коннектит сразу к миру лобби. Конечно, кстати, я в прошлом ролике забыл сказать, то, что те сервера, которые у меня стоят там лобби, survival, их вы можете конфигурировать отдельно друг от друга. Ну, это очень хорошо, как мне кажется. Кстати, сейчас мы находимся в мире лобби. Как видите, очень быстро у нас все прогружается, несмотря на то, что мы указали там вроде не такое большое количество оперативной памяти. То есть, наш хостинг очень мощный, вот вам этому доказательству. я сейчас пролетел, ни одной задержки блоки выпадают, ну, конечно же, моментально, это основной критерий. Вот, пожалуйста, подбираются, ставятся, все работает. Что ж, а на этом наш ролик подошел к концу. Если он вам понравился и вы хотите больше таких видосов, то не забывайте ставить ваши лайки, подписываться на канал, а также писать комментарии. С вами были мы, Атопчик и хостинг серверов Майнкрафт Апекс Нод. Я желаю всем удачи и услышимся совсем скоро. Всем пока, друзья!